В зоне АТО боевики снова стреляют. В районе Новотроицкого ранен украинский военный. Там противник использовал минометы крупного калибра. Под обстрелом оказались и наши бойцы под Водяным. А вот в районе Марьинки затишье у боевиков. Недавно прошла ротация. Подробнее расскажет Руслан Смещук. Украинские позиции под Марьинкой. Впереди заснеженная степь и обледеневшие терриконы. Холода несколько снизили активность боевиков. Недавно у них произошла ротация. Сейчас противник больше занят укреплением своих огневых точек, чем обстрелом наших позиций. На данный час они стараются окопаться. Чем ближе подойти и закопаться. До пару тижнів назад они там окопные минные взрывали. Окапывается, да, стараемся не давать им. Чудово чути, особенно в ночный час, потому что в день никто технику не гоняет, как и идет замена техники. И БМП, танки, начали проводить рекогнесировки, которые мы спостерегали в приладах спостережения. Как ходят, смотрят, где лучше закопать новые позиции, какие-то новые огневые точки створить. Вскоре тишину морозного дня нарушают частые серии разрывов. Впрочем, совсем тихо. Здесь никогда не бывает. Вот сейчас мы слышим, как крупнокалиберный пулемет боевиков начинает отрабатывать соседние армейские позиции. Короткими очередями работают. Это практически плановая прострелка наших позиций, рассказывает наблюдатель Алексей. Противник старается держать украинских военных в постоянном напряжении. Ну, зазвичай, распочинают с колометом. А потом уже гранатометы, в зависимости от ситуации. До гранатометов не дошло. Вскоре вражеский обстрел прекратился. Пользуясь затишьем, украинские солдаты начинают укреплять позиции. Война на Донбассе – это еще и постоянная тяжелая работа при любой погоде. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности – телеканал «Интер». Руслан Терентьев.